Всем привет! Для тех, кто меня не знает, представлюсь. Меня зовут Сергей Никонов. Мой опыт в программировании уже более 10 лет. И сегодня я постараюсь ответить на один из самых часто задаваемых вопросов. Какой же язык программирования стоит изучать первым? Сам по себе язык программирования — это просто инструмент, с помощью которого достигается та или иная цель. И все объектно-ориентированные языки имеют общие свойства. То есть у них у всех есть переменные, массивы, классы, методы, функции и прочие свойства. И если вы изучите хотя бы один язык программирования на среднем уровне, вы очень легко сможете освоить любой другой объектно-ориентированный язык. Это можно сравнить с вождением автомобиля. То есть если вы научились управлять одной маркой автомобиля, вы очень легко сможете пересесть на любой другой автомобиль. Но здесь я хочу вас предостеречь. Не пытайтесь изучить сразу все языки. Как некоторые студенты. То есть они там пару дней изучают Java, потом переключаются на Python, потом переходят на PHP. И в итоге у них образуется каша в голове и теряется мотивация вообще изучать программирование. Потому что очень много информации, которую вам нужно будет изучить. Поэтому пока вы хотя бы на среднем уровне не изучите один язык программирования, не переключайтесь на другой. Итак, какой же язык программирования изучать первым? Я рекомендую PHP, так как он очень прост в изучении, у него огромные комьюнити и открыто огромное количество вакансий по всему миру. То есть если вы хотите изучать программирование для того, чтобы сменить вашу текущую профессию, PHP вам очень подходит. Кто-то может возродить, сказать, что PHP медленный, на нем пишет плохой код. Но один из самых ярких примеров это сайт Facebook. Он был написан на PHP и занимает второе место по посещаемости в мире среди миллионов веб-сайтов. Кстати, сайт ВКонтакте, социальная сеть, также написан на PHP. А что касается плохого кода на PHP, да, действительно такое возможно, потому что язык дает большую свободу. Именно поэтому его так просто изучать. Но если вы подойдете к изучению этого языка несистемно, вы будете писать код с ошибками, у вас будет некрасивый код и ваши сайты будут рваться медленно. Кстати, в одном из следующих видео я обязательно расскажу, как самостоятельно изучать программирование, чтобы вы не допускали подобные ошибки. Итак, как начать программировать на PHP? Начать программировать на языке PHP очень просто. Для этого вам нужно скачать программу, какой-нибудь веб-сервер. Например, это может быть XAMPP, который устанавливается, кстати, парой климов мышью. Затем вам нужно в специальной папке создать файл с расширением PHP. То есть это может быть index.php, либо любое другое название. И затем вам нужно перейти в ваш браузер, набрать там localhost или 127.0.0.1, поставить слэш и набрать имя вашего скрипта на PHP. Например, index.php, нажать на Enter, и вы увидите результат работы вашей программы. Или вы можете вообще ничего не устанавливать на ваш компьютер, а можете начать обучение прямо сейчас в вашем браузере на сайте FruitCode. Для этого нужно будет перейти по ссылке, которая у вас есть под этим видео, и уже через несколько минут вы напишите ваш первый скрипт на языке PHP. Попробуйте, и вы увидите, насколько легко программировать. И да, обязательно подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждет очень много интересных видео по теме программирования. Пока!